Август 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 – это время вкусных и сочных арбузов. Но чтобы радость от поедания бахчевых не стала проблемой для здоровья, следует их покупать в разрешенных местах. Лилия вместе с супругом выращивают и продают арбузы уже более 15 лет. Она рассказала, как правильно выбрать эту вкусную ягоду. Арбуз должен быть более налитой. То, что говорят сухой хвостик – это не самый показатель. Потому что он весь и свежий, недавно только привезён и первый сбор. Он тоже спелый. А с сухим хвостиком он более будет сахаристым. Ну и, соответственно, по хлопку. Арбузы привозят из южных городов России. Они богаты витаминами и микроэлементами, содержат большое количество углеводов и воды. А вот содержание белков, жиров и пищевых волокон в этой ягоде относительно низкое. Есть разные сорта даже для аллергиков. У нас скоро будут жёлтые арбузы, которые по вкусовым качествам не отличаются от стандартных красных арбузов, но они считаются более гипоаллергенные и полезны будут людям, у которых есть какая-то аллергия на что-либо. Однако не всегда получается сделать верный выбор. Если арбуз неправильно выращивали или злоупотребляли химикатами, им можно отравиться. Поэтому бахчевые культуры, которые привозят на рынок, проходят обязательные лабораторные исследования на нитраты. Норма показателей в растительных продуктах – 60 миллиграмм на один килограмм. Все мы знаем, что при выращивании бахчевых, ну и других овощей и фруктов приходится применять удобрения. Для роста необходимо азотное удобрение, а азотное удобрение содержит нитраты. Сами по себе нитраты не являются опасными, но в организме человека и животных они превращаются в нитриты, которые и оказывают пагубное действие в излишстве, скажем, своём, на организм. Если вы всё-таки отравились, медики советуют не медлить до прихода врача или скорой, примите меры по оказанию первой помощи. Первым делом нужно вызвать рвоту, то есть выпить огромное количество тёплой воды и попробовать естественным путём, чтобы промыть организм. И после этого обязательно принять сорбент. Это может быть полисор, активированный уголь. Ну а дальше уже обращаться за медицинской помощью к организации, к врачу. Врачи не рекомендуют пробовать разрезанные овощи или фрукты, которые лежат на прилавках. Это может губительно сказаться на вашем здоровье. Раиса Киян, Артём Ломоносов, телекомпания Одинцова.